Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, те тенденции и тренды, которые ранее мы прогнозировали, сейчас проявляют себя во всей красе. Индекс американского доллара. Американская валюта вдоль всего широкого рынка, можно так сказать, снижается. И, друзья, это только лишь начало. Много раз я отмечал, что доллар, индекс американской валюты, вообще может стать довольно серьезной в плане потенциала долгосрочной инвестидеи и сделкой, которая принесет вам в 2021 году солидный профит. Масштабы и величина этого профита зависит от того, с какого момента вы найдете достаточно аргументов, чтобы убедить лично себя в том, что доллар будет фундаментально уязвим. Я призываю вас задуматься об этом сейчас, потому что впереди у нас новые меры экономического стимулирования от новоиспеченной администрации США, от Байдена. Я уверен, что это, скорее всего, будет пакет почти в 2 триллиона долларов, как он ранее обещал. Впереди у нас еще больше доказательств того, что американская экономика буксует и точно еще не отошла от последствий ковида. И все это можно будет завернуть на тему того, что к середине-концу этого года, может быть, даже потребуется еще больше ликвидности для поддержания нуждающихся секторов. То есть мы видим в моменте, как индекс американской валюты снижается на опасениях притока дополнительной ликвидности на рынок. И объяснить это все довольно-таки просто. Во-первых, при таких инъекциях денежной ликвидности довольно определенным становится уровень доходности американских облигаций. Во-вторых, приток доп. средств – это риски инфляционного давления. Сегодня, друзья, в 16.30 по московскому времени очень важный отчет по штатам – индекс потребительских цен. Основное значение базового индекса, месячная динамика, годовая. Я думаю, и почти в этом уверен, что по всем подотчетам, под компонентам инфляции мы сегодня увидим зафиксированный рост, потому что другого быть не может. Прежние экономические стимулы, которые были запущены, задействованы в американской экономике в 2020 году, их эффект вот сейчас начнет и проявляться. Инфляция неуклонно будет расти. Я эту неделю, кстати, начал с констатации фактов, статистики того, что инфляционные ожидания потребителей сейчас находятся на максимальных значениях с 2014 года. Задумайтесь об этом, друзья. Если вы не особо хотите копаться в специфике макроэкономической статистики США, то обратите внимание на то, что думают люди, которые непосредственно живут в Штатах. И сейчас как раз факт роста инфляционных ожиданий доказывает, что все абсолютно уверены в том, что инфляция в Штатах будет расти, потому что стимулом для этого инфляционного давления будут выступать поступающие постоянно в бешеных объемах на внутренний рынок деньги. В сухом остатке индекс доллара останется уязвим. Это и перспектива проведения более мягкой политики ФРС, это эти самые бюджетные экономические стимулы. Это плохая статистика. И я думаю, что в этой связи, друзья, нужно действовать предсказуемым по тренду. Сегодня вишенкой на торте будет в качестве замыкающего новостного фона всей торговой сессии выступление Паула в 22.00 по московскому времени. Ранее Паул провел очень конструктивную, продуктивную беседу с Джанет Йеллен, которая сейчас возглавляет Министерство финансов. Поскольку они вместе радиаются за идею больших экономических стимулов, я думаю, что сегодня, как бы замотивированные определенного рода заявлениями и концепцией Министерства финансов, Паул 100% пафорит в очередной раз о готовности к проведению более мягкой экономической политики. Это не значит, что будут сигналы в сторону еще большего снижения процентных ставок. Нет, но это значит, что Паул может снова сделать акцент на то, что он своей принципиальной позиции будет добиваться того, чтобы ставки оставались низкими в течение длительного периода времени. До 2023 года, до 2024 года это 100%. И может быть, как раз он присоединится к Джанет Йеллен в плане такого комплексного давления на республиканцев, которые еще продолжают чинить препятствия для обхождения экономических стимулов. Доллар снижается не просто так, давайте работать с этой идеей. Золото, с учетом того, что я сказал по росту инфляции, конечно же, сегодня может выиграть и закрыть день выше текущих значений. То есть, ближайшая цель по золоту 1850-1860, я думаю, что до конца этой недели доберемся. Нефть 6109, в принципе, те же самые значения, что и накануне. Тоже факторов роста достаточно от экономических стимулов, вакцинации, улучшения перспектив роста, до локальных данных от Американского института нефти, который накануне сообщил о том, что запасы снизились на 3,5 миллиона. И сегодня в 18.30 очередной отчет от администрации энергетической информации. Соответственно, мы можем увидеть похожие цифры. Если статистика будет со знаком минус, то с большой долей вероятности нефть продолжит расти. Но, как я ранее отмечал, друзья, сейчас цены уже настолько высоко забрались, что я думаю, что сланцевые производители не будут сидеть в стороне и вот-вот начнут активизироваться, увеличивать объем нефтедобычи, потому что бизнес сланцевый уже рентабельный. Напомню, что WTI сейчас котируется на отметке 58 долларов за баррель, а уровень рентабельности начинается для сланцевого бизнеса в США с 55 долларов за баррель. Не искушайтесь, друзья, не сидите в длинных позициях. Биткоин 46275. У меня много коллег, также из ближайшего окружения, интересуются, как Тесла могла стать причиной такого взрывного роста биткоина. Все очень просто. Есть такое понятие, как секторальный прецедент. Конечно же, полтора миллиарда это, ну, не бог весть, какая сумма для всей криптоиндустрии. И сам по себе приток полутора миллиардов не мог привести к такому бусту. Но Тесла показала всем, что к биткоину сейчас присматриваются не только крупные фонды, которые работают с криптою, объединяют средства богачей и физических лиц. К биткоину сейчас присматриваются и гигантские интернациональные компании, которые свои имеющиеся резервы не против вложить в ту индустрию, которая на перспективу может показать мощную восходящую динамику. И вслед за Теслой могут последовать другие компании. Вот вспомните пять крупнейших компаний, которые вы знаете, и подумайте, если они также последуют примеру Теслы и вложат в эту индустрию от полутора, там, не знаю, до пяти миллиардов, к чему это приведет дальше? Доллар-канадец 1,27. Держим здесь длинную позицию, потому что по рынку нефти реально может наступить коррекционная динамика, и тогда мы выжмем по максимуму этот нефтяной откат в длинной позиции по доллару-канадцу. S&P 3918, цель 4000 пунктов, евро против доллара 1,2124. Здесь нужно, спасибо, в плане роста сказать, не только слабости доллара, но еще и снижение политической неопределенности в Италии, где всем вам известный бывший глава Европейского Центрального банка Марио Драги займет пост премьер-министра Италии. И почему это стало позитивным фактором? Потому что Драги получил правительство и экономику в очень удручающем положении. Темпы роста государственного долга были катастрофические по отношению в пересчете к ВВП, они сейчас составляют 160 процентов, и только он сможет навести порядок во всем этом, тем более, что ему нужно будет найти целевые направления для расходования почти 200 миллиардов евро, которые вот-вот получит Италия от экстренного фонда финансовой помощи Еврозоны. Ну и к тому же, друзья, учитывая политическую карьеру и прошлое Драги, он обладает исключительнейшим авторитетом среди партнеров и инвесторов страны Европейского Союза. Я думаю, что евро будет расти. И фунт против доллара 1,3818, цель 1,40. Прежние факторы, массовая кампания по вакцинации, отсутствие перспективы для снижения процентной ставки и слабость доллара. Поработаем с этим фундаментом. На этом, собственно, все. Хорошая торговая сессия. Всем пока!